Когда я рассказывал вам о конечных проективных плоскостях, там звучало такое слово. Конечная проективная плоскость удобно строить над конечным полем. А именно, помните, что там у нас были такие координаты, афинные координаты, потом мы переходили к проективным координатам. И, соответственно, для поля из двух элементов, в котором число 0 и 1, мы получали плоскость фоно. Для поля из трех элементов у нас там была плоскость чуть побольше. Ну, а дальше я произнес слово, что для любого простого числа P можно рассмотреть остатки отделения на число P. И, соответственно, вот это вот и есть то самое конечное поле. Так вот, господа, на самом деле, кроме того, что называется поле вычетов по модулю P, значит, что это такое? Иногда это еще так пишут, да, Z, P, P, Z. Идея такая, как бы P равномерно, сравнение по модулю P. То есть, когда мы от любого числа берем только остаток от деления на это самое простой число. Так вот, господа, кроме таких вещей, есть еще, оказывается, конечные поля с другим количеством элементов. А именно, конечное поле бывает, состоящее из P в степени N элементов для любого простого числа P и для любого натурального числа N. Обозначается оно в честь замечательной математики Луа. Значит, G – это первая буква фамилии Луа, F – это первая буква слова поле. Помните, как бы в поле вам есть? Поле – это множество, где любые два элемента можно складывать, можно умножать. И при этом выполнять естественные правила. Типа того, что A плюс B равен B плюс A, A плюс B умножить на C равняется AC плюс BC, ну и так далее. Я не хотел бы сейчас все перечислять, потому что в интернете просто напишите слово поле и получите сразу всю эту информацию. Это интересно, я не делал это в интернете. То есть написать слово поле, как вы думаете, что вы получите на слово поле? Совершенно верно. Конечно, вы получите, на самом деле слово поле крайне незазначное. Вы получите от физиков электромагнитное поле и всякие другие поля. Вы получите от математиков вот эти вот самые поля. Так, на всякий случай, кто знает, как вы по-английски, русское слово «тело»? Так, что в математике можно складывать, в котором можно умножать, но при этом A умножить на B не равно B умножить на A. По-русски это называется тело. Это самый крайне неудачный термин, разумеется. Но тем не менее прижилось, от этого уже никуда не денешься. Математик, слово «тело» понимает никого так. По-английски это звучит так – некомпутативное поле. Странный перевод, правда? Русское слово «тело» переводится на английский так – нон. Мутативный поле. Такой забавный языковой фокус. Но разговор не о том, а о том, какие же конечные поля существуют. Какие существуют степени кастых чисел? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, что там? Шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать три. Девять, 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 спасибо. Конечно, конечно, девять. Так вот, ребята, я хочу успеть за оставшиеся совсем небольшое количество минут объяснить, что здесь такое. К сожалению, общую теорию я боюсь сказать не смогу, но хотя бы сказать об этом. На самом деле, некоторые здесь легко объяснить, что такое поле из двух элементов. Очень легко. Таблица сложения – это просто-напросто надо знать, что один плюс один – это ноль. Таблица умножения будет такая. Вот вам поле внула из двух элементов. Все легко. Один плюс один – это ноль. Один умножить на один – это один. Ну, а все остальные. Ну, собственно, один на один всегда единицы. Вот. Дайте я кружочек поставлю в знак того, что это уже поле. Так, господа, для тройки. Все понимают, что все еще нет? Да. А элементы или какие там элементы? Ноль, один, два. И надо их складывать по совершенно естественному правилу, перемножать по совершенно естественному правилу. Только все время, когда три получаешь, писать что? Не три, а ноль. Все. Тройки все в порядке. Кстати, с пятеркой, семеркой, с числом одиннадцать, тринадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать три – по тем же причинам никаких проблем нет. Согласны? Это просто простые числа. Значит, для того, чтобы вам объяснить, на самом деле надо изучать степень. Вот это число – это два в квадрате. Это два в кубе. Два в четвертой степени. Здесь три в квадрате. А здесь пять в квадрате. Экспода, давайте начнем с самой понятной картинки. Кстати, заметьте, эта картинка не просто себе. Эта картинка, соответствующая проективной плоскости, у которой на каждой прямой ровно пять точек. Заметьте, сколько там будет всего. Мы с вами же обсуждали. Если у нас в поле галуара из Q элементов, то плоскость состоит из Q квадрат плюс Q плюс один. Значит, если Q равно 4, 16 плюс 4 плюс один – это сколько точек? 21 точка. Значит, если я сейчас сумею объяснить вам, как устроено поле из четырех элементов, то вы, пользуясь конструкцией, которая была на лекции о проективных плоскостях, сможете найти проективную плоскость, в которой 21 точка. Помните, что такое проективная плоскость? Через любые две разные точки проходит ровно одна прямая, и любые две прямые пересекаются ровно в одной точке. Такая замечательная конструкция. И на каждой прямой будут лежать ровно пять точек, да? Итак, поехали. Таблица сложения. Мне нужна, чтобы задать поле. И таблица умножения. Значит, итак, здесь 0, здесь 1. Очень интересно, а какие другие элементы могут быть в поле из четырех элементов? Предложение. Давайте другой элемент обозначим, как бы А. Тогда еще будет А плюс один. Здесь будет А, здесь будет А плюс один. И давайте сейчас составляем таблицу сложения и таблицу умножения. Значит, таблицу сложения. Ну, 0 прибавляйте одно удовольствие. Значит, здесь у нас понятно все. Единицу прибавляйте. 0, А плюс один, А. А плюс один, 0. А плюс А это 0, да? У нас более как пересеки 2. Здесь будет 1, здесь будет А, здесь будет 1 и здесь будет 2. И вот она совершенно слошная наша таблица. А теперь самое интересное. Как умножать? Как умножать и какой смысл в этом? Давайте смотрим. Мы хотим, чтобы были, верни, естественные правила. Значит, 0, на что не умножай, должен получиться 0. Замечательно. 1. Единица не должна ничего изменять. Здесь у меня А, здесь А плюс один. А вот внимание, что такое А квадрат? В этой строке у меня все числа 0, 1, А плюс один. В поле это значит, что когда умножаешь на ненулевое число, то разное число переходит в разное. Потому что в поле должно быть деление на ненулевое элемент. Значит, здесь у меня будет где-то единица, где-то А плюс один. Так вот, не может у меня здесь быть А плюс один. Потому что если А умножить на А плюс один равнялось бы А плюс один, то А равнялось в единице. Значит, А плюс один должно обязательно стоять здесь, а здесь должно стоять единица. И здесь должно стоять А. Господа, мы поняли, что А в квадрате это А плюс один. Теперь давайте поймем, что это на самом деле такое. Это мы берем не переменную букву А, а это букву А. Рассматриваем всевозможные многочлены от этой самой переменной А. И теперь внимание. А квадрат минус А минус один считаем нулём. А квадрат минус А минус один считаем нулём. То есть, точно так же, как мы, когда решаем всякие задачи на деление, берем, что это по модулю, да? То есть, считаем, что это число как бы нулём. Например, остатки деления. Точно так же мы должны брать остатки от деления на А квадрат минус А минус один. Вот. Вот такая конструкция. Я выполняю вычисления как с многочленами, но как только встречается А квадрат минус А минус один или любой многочлен, который на него делится, я его сам заменяю на нул. То есть, когда видишь А квадрат, сразу вместо него пишешь А плюс один. Вот, если кто-нибудь из вас знает, что такое комплексное число, то смотрите, вот у нас есть множество всех вещественных чисел. Что такое добавить мнимую единицу? Очень простая вещь. Это, на самом деле, надо добавить переменную букву Х, просто переменную, но считать, что Х квадрат минус один это ноль. Вот такая вот конструкция. На самом деле, для комплексного числа будет плюс один. Плюс один, конечно. Конечно. Хорошо, хорошо. Это Х квадрат должно равняться минус единице, поэтому он решит, конечно, минус один. Естественно. Вот. Ребята, почему я вам это стал рассказывать? Потому что, когда вы изучаете комплексные числа, которые, разумеется, крайне важны для математики, то обычно сразу есть некое недоумение. А что это за такая странная конструкция, рассмотрим все многочлены и будем Х квадрат плюс один, так сказать, считать ноль. Что это за странная вещь? А с конечными полями это проще. Потому что, когда у вас конечное поле, то не встает вопрос о его существовании. Может быть, помните, как называются комплексные числа по-другому? Есть вещественные числа. Словечко вы слышали? Вещественные. Есть действительные числа. То есть все время идет напор на то, что это есть, что это существует, да? И есть какие? Мнимые. 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 Комплексные. И даже есть обозначение. Вещественная часть обозначается часто в условии ре, от слова ре, вещественной. А мнимая часть от слова имя, воображаемая часть. И, разумеется, можно спорить о том, а есть ли у нас моральное право рассматривать такую конструкцию, а не противоречит она чему-нибудь и прочий философский бред. А вот когда выписываете табличку размером 4х4, то ей предъявить, что она не существует, очень тяжело. Потому что здесь элементов бесконечно много и здесь, хотя тоже на самом деле непонятно какие-то противоречия, но тем не менее, там по крайней мере могут философы пытаться говорить о том, что это возможны какие-то странные противоречия. Но когда выписываешь табличку 4х4, одну для умножения, другую для сложения, согласитесь, вопросов о том, существует она или нет, возникать не может. Правда? Табличка является доказательством существования. Вот она, вся выписана. Потому что здесь элементов бесконечно много, вещей из-за числа бесконечно много, а здесь элементов всего 4. А механизм тот же самый. Строго тот же самый. Поэтому, если вы приглядитесь к тому, как устроено поле из четырех элементов, то вам гораздо проще понять, как устроены комплексные числа. Устроены так же. Здесь надо фокторизовать по многочлену а квадрат минус а минус один, то есть каждый раз как минус а квадрат заменять его на а плюс один. А здесь по многочлену х квадрат плюс один. Каждый раз я вижу х квадрат заменять его на а минус один. Так, хорошо. Я уже справился с числом 4. Теперь пошли в число 8. Господа, 8 это 2 в кубик. Поэтому, на самом деле, характеристика поля будет тоже равна. То есть, на самом деле, когда вы хотите рассмотреть поле из 8 элементов, то вы должны... А интересно, вы должны что? Вы должны профокторизовать. Ну-ка, по какому многочлену? По многочлену какой степени, если вы хотите, чтобы всевозможных остатков было 8 штук? Третий. Вы правы. Какой многочлен третьей степени взять, чтобы он не был сложен? Х квадрат плюс х уже нет. Ну, правильно. Такой многочлен годится. Такой многочлен годится. Ну, на самом деле, если честно, вы были на той лекции. Вот. Поэтому вы ответ помните. Вот. Какая история? Если бы случайно этот многочлен был бы разложен, например, если бы я взял х плюс 1 в кубе. Что такое х плюс 1 в кубе? Это х в кубе плюс х квадрат плюс х плюс 1. Не удивляйтесь. Дело в том, что 3 равно единице, да, у нас. Вот. То это, повторяю, это х плюс 1 в кубе. И нельзя. Факторизовать можно только по неразложимому многочлену. Господа, дальше вопрос времени. Выписывать таблицу или нет? У меня предложение такое, поскольку на лекции предыдущей я все это выписал. Давайте я сейчас сэкономим время. Выражения там вот какие. Там выражение вида 0, 1. Более вычетов такое, да, состоит из следующих элементов. Быстрее все выписать, чем стоят. 0, 1, х, х плюс 1, х квадрат, х квадрат плюс 1, х квадрат плюс х и х квадрат плюс х плюс 1. Вот они, все 8 элементов. Почему их 8? Потому что надо взять 0 или 1, надо взять 0 или х, и надо взять 0 или х квадрат. И, значит, из каждого два варианта. И когда сложишь, то получишь, соответственно, 8 вот таких вот вариантов. После этого надо просто такие таблицы написать, и у нас все получится. Таким образом, я объяснился, что такое поле из 8 элементов. Теперь поле из 9 элементов. Тут остатки берутся по моду 3, но, внимание, остатки-то по моду 3. Это замечательно. А какой многочлен? Коля, помогайте. Четвертый. Что? Четвертый. Нет. Второй. Второй. Потому что здесь кривь квадрат. Значит, многочлен должен быть второй сними. Можно... Можно такой прямой правильный, можно квадрат плюс 1. Совершенно верно. Вот. То есть, я когда-то сказал, да, на 3х квадрат плюс 1. А вот эта конструкция замечательна тем, что это и есть фактически комплексные числа, только это комплексные числа, факторизованные по модулю 3. На самом деле, для любого простого числа, которое дает остаток 3 при делении на 4, такая конструкция работает. Давайте я напишу это. То есть, если В и есть 4к плюс 3, где как целый метр из этого числа, то такая вот конструкция по х квадрат плюс 1, это на самом деле, это на самом деле кольцо целых гауссовых чисел, рассмотренное по модулю х. И заметьте, пожалуйста, оно состоит из П квадрат элементов. Что такое элемент? Это число вида А плюс Би, где А прибегает значение от 0 до П минус единицы, и Б тоже самое прибегает значение от 0 до П минус единицы. Вот здесь очень важно, что П не произвольное, а вида 4к плюс 4. Почему это важно? А потому что, как ни странно, иначе вот это на машине не будет. Если вы возьмете, скажем, в качестве числа пятерку, давайте посмотрим, тогда многочлен х квадрат плюс 1, это будет что такое? Это будет то же самое, что х квадрат минус 4, а это х минус 2 умножить на х плюс 2. Я не буду сейчас умеется доказывать это утверждение, но это на самом деле фундаментальный факт из теории о том, какие числа предстоимы в виде суммы 2 квадрат, а какие не предстоимы, и не сколькими способами. Факт такой, что если простое число дает остаток 3 предстоимы 4, то в таком случае существует простое представление такого многочлена, вы получаете более 100 квадратных элементов. Если же число вида 4к плюс 1, то многочлен разлагается, и ничего такого не получается. Хорошо, хорошо, мы с вами дошли до числа 16, а вот это маленький ужас, а вот это маленький ужас, потому что, ребята, это нужен многочлен, это нужен многочлен 4 степени. А вы понимаете, что так вот, когда смотришь на многочлен, то в общем не очевидно, он разлагается намножечко или не разлагается. Ну, разумеется, полный перебор это сделать можно, но, понимаете, в общем случае это какая-то получается совершенно ужасная вещь. Почему вообще существует поле из 16 элементов? Нет, есть вариант спросить Коли. Коли ответит, что на той лекции мы дошли только до числа 9. Тот там просто подряд выписывает. И всё, и мы, конечно, выписали там все многочлены, но мы дальше не пошли. Вот, ребята, это совершенно потрясающая вещь. Это совершенно потрясающая вещь. А откуда получается доказательство того, что, в принципе, для любого простого числа P и для любого натурального числа N такое поле существует? Конструкция совершенно. Значит, рассказываю. Мы должны взять поле из P-элементов. Ну, это понятно. Поле из P-элементов. Взяли. Дальше мы должны взять многочлен такой вот х в степени P в степени N минус х. Он как-то разлагается на множители. Ну, например, х можно уменьшить за сколько? Потом х минус 1 можно уменьшить. Еще что-нибудь, да? Там много, на самом деле, и на х 2 будет делиться, и на 1. Вот, он там как-то разлагается на множители. Ну, а с другой стороны, там какие-то вот и останутся. И надо делать следующее. Разложить его на неприводимые множители. Получится такая система. х умножить на х минус 1 умножить на какой-то F от х умножить на какой-то G от х умножить на что-то. Разложили многочлен на неприводимые множители. После этого надо взять любой из них, который в степени больше, чем 1. И рассмотреть следующую штуку. Вот к этой добавить х. И профавторизовать это по F от х, Z, P от х. Этому я вас сегодня уже научил, что это такое. Это надо посмотреть все возможные многочлены от х, но при этом F от х считать равно 0. Замечательно. И у нас получится конечное поле. И в этом конечном поле у этого многочлена уже будет корень. Тот самый х, да? Корень многочлен. А что это означает? Это означает, что вот этот многочлен в этом поле хотя бы один множитель. Он разложится. Замечательно. У нас множителей стало больше. В полученном многочлене берем любой, который больше, чем 1 степень. У нас уже есть конечное поле. К нему добавляем переменную у, факторизуем по тому многочлену от у. Замечательно. В многочлене еще разложилось. И так делаем, 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 делаем до тех пор, пока все множители станут 1 степень. В этот момент успокаиваемся и говорим, что мы получили поле разложения для многочленов х степень. Понимаешь, так примерно? Да. Замечательно. Но вообще-то оно могло получиться большое. В том смысле, что когда мы это делали, мы не особо следили за тем, сколько там будет элементов. И он говорит, что как только есть множитель, значит делаем. А вот дальше наносится совершенно потрясающий удар. Мы, конечно, делаем, оно у нас росло, оно у нас росло, росло, росло. Но в тот момент, когда оно у нас выросло, стало большим, нам не важно. Нам лишь бы вот этот многочлен разложился на линейные множители. Мы берем и произносим удивительную фразу, которая решает дело. В том множестве рассмотрим множество всех корней вот этого многочленов. То есть, что это такое? Множество всех таких х, что х в степени p в степени n равняется х. Казалось бы, это такое странное множество. Ну, например, когда вы в новых тематике берете параболу, то у нее обычно два корня, да? Ну, две тучки, что-то непонятно. А вот оказывается, что в нашем случае это множество само по себе является тем самым искомым корнем. Как ни странно, мы расширяли ровно до p в степени n равняется. Давайте обсудим, почему это ополизм. Доказать нужно две вещи. Нужно доказать, что если у нас х в степени p в степени n равняется х и у в степени p в степени n равняется х. Ну, вообще-то это несложно, просто надо перемножить по ширине равенства и все. И вторая вещь. х плюс и у в степени p в степени n равняется х плюс и у. То есть сумма, ну и разность в том же смысле. Вот. Сумма корней, это тоже корень. Ну, а если множество замкнуто относительно операций сложения, вычитания и умножения. Ну, так часто, кстати, тоже понятно, что я здесь мог поставить по и точе. Ничего бы не изменилось, да? Деление не поставилось. Вот. Тогда получается, что это множество замкнуто. Как это доказать? В общем, это доказывается просто-напросто индукцией по n. Дело в том, господа, что когда вы берете x плюс y в b в степени, то вообще-то есть так называемый билон-любор. Это что такое? Это x в b плюс число сочетания xp по единице x в b минус b в y. Плюс число сочетания xp по 2 x в b минус 2 y в квадрате. Плюс и так далее, и так далее, и так далее. Плюс число сочетания xp по p минус 1 x y в b минус 1. Плюс число сочетания xp по p, то есть идица y в b. Так вот, господа, x в b и y в b это у нас важные слагаемые. А все остальные слагаемые на самом деле нули. По той простой причине, что число сочетания xp по k при любом k от единицы до p минус 1 делится на p. То есть проще говоря, когда берешь остателем деление на p, это нули. Почему это так? Просто потому что у нас есть формула. Что такое число сочетания? Это p фактериал, деленное на k фактериал. p минус k фактериал. Если p простое число, то у нас числитель делится на p, а знаменатель не делится на p. Соответственно, получается делимость на p. Значит такая формула на самом деле получается после индукции 2n. То есть когда в p тю степень возводишь, на самом деле остается только x в b и y в b. Соответственно, когда возводишь степень p в квадрат, это надо сначала в p тю степень возвести, потом еще раз в п тю степень. Реально остается x в тю степень квадрат после ню степени квадрат. И так далее. То есть, господа, на самом деле у вас всегда, потому что из-за билона Ньютона, верна вот такая вот формула. А это у нас x плюс x. Все? Все. Значит, если меня интересует поле из 16 элементов, то я должен разлагать на множители многочлен x в 16 степени минус x. Между прочим, это не так уж и сложно. Давайте посмотрим, что это такое. Это x умножить на x в 15 минус 1. Замечательно. Это x умножить на x в 5 минус 1. x в 10 плюс... Кстати, минус 1 и плюс 1 одно и то же, правда? Вот. x в 10 плюс x в 5 плюс 1. Вот. Замечательно. Или по-другому то же самое можно было написать так. Это x умножить на x в кубе плюс 1. Так. Давайте смотреть, какие множители, значит, уже очевидно, есть по этому многочлену. Ну вот смотрите, здесь есть x. Это такая... Есть x квадрат плюс x плюс 1. Это отсюда. Есть x плюс 1. Ребята, я понимаю смысл этих множителей. x и x плюс 1 у этих множителей корня 0 и 1. x квадрат плюс x плюс 1 у этой штуки корень это... Вот. Понимаете, 16 это 4 в квадрате. Поэтому на самом деле поле из 4 элементов является частью поля из 16 элементов. Мы сегодня говорили уже, что если факторизовать поля из 16 элементов x квадрат плюс x плюс 1, то получится поле из 4 элементов. Значит, это понятно. А вот теперь смотрите. Вот эта штука у нас, это на самом деле x плюс 1 умножить на x в 4 плюс x в 2 плюс x в квадрат плюс x плюс 1. А вот это мне очень-то не нравится. Дело в том, что он же, он же явно не делится вот на этот. То есть потому что x в 4 плюс x плюс 1 не делится на x в 2 плюс x плюс 1. Это и есть тот самый множитель. Все. Я теперь могу сказать, что такое поле ГЛУА из 16 элементов. Что такое поле из 16 элементов. Это надо взять многочленный от вихса и профустеризовать, заменяя каждый раз токмическую х4 на х2 плюс х2 плюс х1. Что у нас еще есть? 25. 25. Что такое 25? Это надо взять. Оставьте отделение на 5. Многочлены. Ну, господа, сможем? Или не сможем? Нужен многочлен второй степень. Нужен многочлен второй степени, неразложимый на поле. А что тут у него заложимый? Что-то у него корней. Интересно, кто-нибудь сможет показать такую многочленную? Неразложимый на поле. Что-что? Х2. Х2. Неразложимый на поле. Второй степень, чтобы не было корней. Х2. Х2 плюс 1. Х2 плюс 1. Вот плюс 1 нельзя. Потому что 2 в квадрате плюс 1 это 0. А вот еще чуть-чуть и будет хорошо. Х2 плюс 2. Даже х не нужно. Х2 плюс 2. А? Плюс 2 конечно. Х2 плюс 2. Значит, как видишь х2, заменяй его на поле. У этого многочлена же не полка. Согласны? А вот теперь появится. То есть, если вас интересует проективная плоскость, у которой на каждой прямой у вас 6 точек, замечательно, тогда вы берете всевозможные многочлены от х, первой степени или нулевой степени, то есть или четыре константы, или многочлены от х на первой степени. И при альфметических операциях все время заменяйте х2 на тролль. Да? Х2 это 3. Х2 это 2. И, соответственно, вот так устроено х2. Разумеется, я сейчас успел рассказать ничтожную часть. То есть, я не рассказал, на самом деле, самое главное. Я не рассказал, почему такое поле единственное. Я не рассказал о том, что такое автоморфизм этого поля. То есть, самое главное, что придумал по этому полу Николуа, и, собственно, ради чего он все это придумывал, я сейчас, разумеется, не доказал. Но, во-первых, не последний день живем на свете. А, во-вторых, для первого раза, я думаю, что это абсолютно нормально. Субтитры делал DimaTorzok